Вы не отца и святой Библии. У нас в храме обстановка не совсем обычная. Кроме икон, священных изображений, есть еще и надписи Святой Библии. Такое встретишь у православных, я не знаю сколько, но может быть на тысячу храмов один. А это важнее, это прямое указание. Сделай надписи на косяках, на всюду, на скрильях. Расширяет хранилище, у них здесь бумажки были, маленькие коробочки. Так, евреи сегодня ходят на лбу, и там какие-то изречения из Священного Писания. И вот одно из них гласит так. Смотри. Ты оставил меня, говорит Господь. Поэтому я простру на тебя в руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Это говорит пророк Иеремия, 15 глав, 6 стих. У нас за мной это висит. Даже указание, какое место Святой Библии выгорело. И первый, кто обратил внимание на это, митрополит Алтайский, Барнавурский Сергий Иванников. Первый раз, когда он приехал сюда и стал все смотреть, считать, я устал миловать. Это такая редкая фраза. А откуда это взято? И мне пришлось так доставать, видите, немножко на бок буквы-то пошли. Я за вам писал. Вот разбирать этот стих. В то время люди не удостоились. Кому оно было сказано? Царю, президенту, премьер-министру, всей Думе, Раде, Рада такая есть на Украине. Верховному Совету, Компартию, Гитлеру, Ленину никто не знает. Библия говорит, к тебе, то есть кто услышал. То есть ко всем. Иоанн Затомис прямо говорит, это написано ко мне. Научиться присваивать. Вот агресс Божий, который взял на себя грех мира, Евангелие от Иоанна 1.29. Грех мира, а ты скажи, который пришел взять грех меня, Марии, Ивана, Петра. Грех мой. Вот тогда у тебя чувство пробудится. Это мой пришел, Спаситель, мой. Божий Сын. Я к ногам Его проземным, кровавым, с раскаянием еду. Грех мой, мой, кровью причистой, смыть молю. Да, смыть молю. Вот тогда вера будет живая. Все святые гоцы говорят о том, чтобы на молитве ты не дремал. Не спать сюда пришли. Один проповедник, я слышал, говорил так, вот пришли тут и бабушки садят, садиться любят. То другое. А он говорит, тихо ведите себя остальные. Наши бабушки всю ночь молились. Они устали, заснули. А они не слышат, что он говорит. Он обыкновенным голосом. А потом как голос повысил, говорит, что? Посты не соблюдаете? Нажрали жирного. Спать пришли в храм. Все встрепинули сразу. Бог говорит, я устал миловать. Ты меня оставил. Ну а как узнать, меня он оставил или нет? А фраза говорит последняя. Я прострю на тебя руку мою и погублю тебя. Погублю? Я не могу определить, а погубил он меня или не погубил. Устал он миловать или не устал? Но что прострет руку, это явно о том, что рука Божья очень тяжелая. Есть такая поговорка. Бог долго терпит, да крепко бьет. Ну а как определить? У человека дети. И вдруг ребенок погиб. Так от Бога это или не от Бога? Люди Богу угодили. И Бог взял ребенка, чтобы он не развратился, как премудрость Соломона говорит. Премудрость Соломона, там 2 по 5 главе. Избавил от суеты, от смерти. Или это наказание Божие? Мы знаем, у одного человека было 7 сыновей, 3 дочери, у другого 10 сыновей. И в один день все погибли. В один день. Мы даже не все знаем, что в России во время этой войны была женщина, у которой 10 сыновей и муж ушли на фронт, и ни один не вернулся. У моей бабушки, мамы моей родной, 3 брата ушли и не вернулись. А у другого был один и вернулся. Были такие, с севера ушли и с севера вернулись. Да когда Бог простирает руку или не простирает, когда узнать? А вот когда говорит, погублю тебя, речь идет, конечно, не об этой только жизни, а о душе. А вот это ты определяй, сверяй священным писанием. Мы говорим, православные когда считают и думают, ну на меня как он простирает руку? Я в храме, молюсь, тут у нас мощи святые, мы причащаемся, священник не пьет, не горит, не ворует. А другие на нас смотрят и говорят, вот собрались и да поклонники, ничего кроме изображения не видят, живого Бога не знают. А Богу надо поклоняться в духе и истине. А православные об этих людей думают, а у них священника нету? Нету? Они сектанты? Они еретики? И это Бог говорит на них, простую руку твою, поэтому делятся и делятся. Уже больше 20 тысяч разных названий бактисты, аббинтисты, пятьдесятники. Кто? Видите, одно предложение, а сколько здесь мыслей? Ты оставил меня, вот отсюда говорить. Как, чтобы не оставить? А для этого познавать волю Божию, быть с Богом. А когда с Богом, этот человек что-то должен делать или довериться и стоять смотреть, как Бог делает? Нет. Надо крепко это усвоить себе. Бог нас взял в соработники. Он делает, и ты не сиди. Юноша один стоит однажды и слышит, как разговаривают там знатные люди. А он где-то, может, за забором был. И говорят, а вы знаете что? Нам по-другому от этого человека не избавиться. Он везде проповедует. Надо убить его. Ты клянешься, чтобы ни пить и ни есть, пока не убьем. А мы завтра его вызовем. Его из тюрьмы вызовут перед нами. А мы его и залежем. До 40 человек. А этот юноша тут просидел, видимо. И скорее, дядя, дядя, а тебя убить хотят? Он говорит, никому не говори. Иди к начальнику стражи. И тот пошел и сказал, завтра тебя будут просить вывезти. А у них там воины сидят. С мечами, с кижалами, с пистолетами. А не убьют его? Что? Павел молится. А как избавить от них? Их много. Гарнизон не устоит. Начальник тогда берет 470 воинов. И отправляет его в центральный город. А там настоящие войска стоят. Все. И они ночью, тайно. То есть не просто сказать. А надо побудить к этому. И Павел содействует этому. Вот Иосиф сидит в тюрьме. Невинно. Обвинили, что он домогался женщиной. Хозяйка, у которого хозяин он был. Патифар. А он невинный. И он говорит, когда в виночерпе разъяснился, он говорит, ты будешь перед фараоном. Ты там скажи ему, я невинно сижу, уже седьмой год сижу. Ни срока никакого нет. За что, я сам не знаю. Чего я не так сделал? Должен был жить с хозяйкой с этой или нет? Она обманулась. Одежду с меня сорвала и говорит, что вот он приставал ко мне. Но вы знаете, о ком я говорю? Его называют прекрасный Иосиф. И чем это кончилось? Он ходатайся перед высшими властями. Скажи обо мне. И тогда вдруг сон у фараона в руку. Как говорят, все вместе. И никто не разгадает. Все жрецы, волшебники, колдуны умолкли. Ни один экстрацентр Таня раскроет. И тогда тот вспомнил виночерпе. Ой, что же я натворил-то? Я забыл. Прости меня, фараон. Там есть человек, которому Бог открывает. Бог, которого мы не знаем. Он говорит, что это Егова. Имя его такое. А мы его не знаем. А ну призовите. А перед императором как? Его моют, шоркают, все там отмочили, притащили. И он ему начинает разгадывать. Нельзя сидеть на месте. Мы должны что-то делать. Да, хороший дождь, погода. Но мы должны лопату в руки, грабли, работать, посадить. И потом убрать. Но это если ты делаешь с молитвой и понимаешь. Всякое творение Божие хорошо. Погода от Бога. У Бога не бывает плохой погоды. Все к месту. Вот сейчас бы только уборка. А тут дождь идет. Сеет, как и сито. Божье дело. А ты прославляй его. И говори, Господи, ты дивно велик. Многие наши уехали в город. Учебный год начался. Господи. Сохрани их там от всякого разврата. Особенно молюсь за молодежь. Слабая совсем молодежь. Никого они к Богу не приведут. Подделываются, одеваются по-мирски часто вижу. Пока в храме они красавицы. Одеты как надо. И Господь говорит, ты оставил меня. Ты под мирской форму одеваешься. Ты под мирской аппетит подделываешь себя. Пятницу и среду не соблюдаешь. Где твоя ревность? Где ночная молитва? Бог говорит, ты меня оставил. Ты во мне не нуждаешься. Ты сильный, здоровый. А я тебя оставлю. И просру руку. Так у Бога рук нету. У него ног нету. Это только говорится. Бога нельзя представить. Он есть дух. Миллиардово таких разных космических тел от нас далеко. Это его дело. Миллиарды или миллионы бесконечно. Сколько созвездий таких. Это его дело. А на земле сколько красоты. Посмотрите, здесь вот святые растут. Не выговоришь. Ни один царь так не одевался. И Соломон во славе своей. А ты иди и все время наговаривай. Господи, ты дивно мелиг. Но когда просерешь руку, то есть ударишь. Это придут другие. А как? Бог делает так, что приходят иноземцы. Это бишь Божий в руках. Наполеон, Гитлер. Это все бичи Божьи. Мухаммад Магобед пришел. Мич Божий разрушил Константинополь. Сейчас каждый день почему убивают христиан. В настоящее время. Патриарх Ирин, другие туда пишут. Что же вы делаете? Молодые люди дивно берут. Священники все подряд голову режут. Я просу на тебя руку. Так Бог просер руку наказал их или взял к себе? Мы этого сказать не можем. Мы должны только сказать, Господи, велика милость Твоя. Человек, у которого отнял столько детей, он является примером злострадания. Посмотрите на Иова, говорит апостол Яковлев, посмотрите на другие, как они страдали. И Бог их прославил. Мы их в пример ставим. Ну как бы у меня трудно не было, но у меня погибла одна только дочь. А это все сразу, он говорит, Бог дал. И Бог дал. То жена мне подарила сына. Она ничего не может подарить. Бог дал. Он мог не защаться, он защался. Он мог не родиться. Он родился. Он растет. А ты благодари Бога, Господи. Да будет это гражданин неба. А если не так, я простру на тебя руку мою. Опасности на каждом углу нас поджидают. Обыкновенной костью подавился архиепископ и умер. Рыбья кость. Я был в больнице, и там специальный стенд. Что попадает туда? Там и пуговки, и булавки, и гвозди, еще только нету. Это все смерть притаилась за углом. Или Бог простер руку. Мы знаем, вот прошлой осенью, зимою, в Кемерово ребятишек собрали автобус за автобусом. Во время Великого Поста. Смотреть там какие-то... Что они им показывали? Это даже не говорят они. И вдруг пожар. Выйти нельзя, кто-то подпер двери. Ну, говорят, там 390, мы не знаем сколько, но сотни. Туда автобусы загнали целое. А у родителей детей-то нет, он один. Остальных она мать в утробе убила. И Бог говорит, простру на тебя руку. Я отрублю все это. И надо подумать о том, что Бог не устает. А здесь написано, устал, милый. Это по-человечески называется антропоморфизм. А человечески, чтобы вы представляли. Ну, один раз просил, два, три. Ну, чего ж все время-то в долгах-то, сам себя не обиходишь. И Бог об этом говорит. Когда вы со мной, я милую, я подкладываю лучшую пищу вам. Я люблю вас. Я за вас отдаю сына единородного. Будьте внимательны. Прочитаем снова. Ты оставил меня. Господи, только бы тебя не оставить. Родные и близкие оставят. Друзья сделаются врагами. Сын против отца, отец против сына. Но ты не оставь меня и во время революции. Поэтому я простру на тебя. Поэтому, что ты меня оставил. Беды-то вот от этого идут наши. А у другого такая же беда. И он свободно перенес. А у другого он с ума сошел. Пожар случился, он не знает, что тащить. У нас тут есть родственники. Она забежала. Пожар. Ну, что из комнаты можно взять? Она схватила с печки чугунную плиту и вытащила из огня. Но она плита и так бы не сгорела. А что, Бог отнимает разум? И когда здесь, говорят, большой пожар был в Алтайском крае, горело все. И не сгорела одна только изба. А там жила все какая-то, сгорная бабушка. Она вышла, молилась, святой водой похрапила. И огненный смерть как перепрыгнул через дом ее. И об этом говорит Иоанн Затаус. Такой же был пожар. И огонь, как лента, изогнулся дугою над храмом. И пожег на той стороне, что было. Это было чудо Божие. Поэтому, если за нас Господь, то кто против нас? Мы приходим сюда, чтобы у милости и Создателя. Господи, мы с чем-то согрешили, не усмотрели. Но учи нас быть внимательным, когда люди нас обречают. Чтобы не сопротивлялись, не искали какие-то подпорки. Почему так? А вот поэтому, не поэтому. Когда говорят, хотя бы день, дай на размышления мозгам своим. Ту же минуту, еще предложение не сказал, уже в ответ идет что-то оправдание. Самооправдание говорит о мертвеце. Отвергнись в себя. Тебе должно быть все равно, что тебе сказали. Чего ты так забеспокоился? Если это не о тебе, то дела никакого нет. А если кто-то пришел и тебя обречил, да притом неправильно, Ян Глотов говорит, ты тогда поцелуй его за намерение. Он тебя любит. Но до конца все не знал и пришел с обречением. А это никогда не помешает человеку. Еще более напряженно начать трудиться. Вот у нас, смотрите, какие поучительные слова. Кто это написал? Я не знаю. Но мне кажется, угловые тут живут в деревне. А они эту фразу нашли и написали. Господи, не устань миловать меня. Боже, милостиво будь ко мне грешным. Один человек, большой писатель, виктор Губок, и говорит. Господи, у тебя столько имен. А мы говорим, у Бога имен около 500. 500! А мы только одно имя знаем. Какое? Он говорит, я есть дверь, истина, жизнь. Это все в нем. Куда бы ты ни пошел, к начальству дверь, и все открыты. Почему? Господь прошел, ангела послал впереди. И он распахнул все перед тобой, тебя приняли. Ты не просто на земле мешаешься, а все знают о твоем возрасте. Тебя будут и президенты поздравлять. Мы же это увидели своими глазами. Что Бог делает? Он милует. И он говорит, у Бога много имен. И в одном месте написано, так говорит, страшный, с большой буквы. Страшный. А потом, страшный в правосудии своем. А потом еще есть имя ему, милосердие. И он говорит, это лучшие из имен твоих. Мы нуждаемся в милости. А он говорит, я устал миловать. Да не будет, Господи, вот это сказано о нас. Будем друг другу помогать, приходя домой вспоминать, что сказали. И он говорит, если ты ничему не научился, пришел в храм, ты напрасно дворы Божьи топтал. Дворы Божьи топтал, напрасно. Да я старался и оделся как надо. А ты слушай внимательно слова Божьи. Потому что слово твое лучше всех имен твоих. У него 500 имен. Но слово твое выше этого, говорит Псалмопевец Далек. А когда это слово Божье передо мной было? День назад. Сайт, ну это я скажу конкретно уже к себе. Мне прислали такую весть. Открывается конкурс на лучший сайт. Сайт это, ну большое поле, где там что-то есть в интернете. Сайт. И этот сайт у них все называется под словом Библия. Я такого не встречал. Я, конечно, забеспокоился. Призвал братьев, кто больше меня знает, как им послать туда. И уже сегодня мы послали до 18-го числа. Они будут разбираться всего мира. И будут перемен назначать чей сайт самый хороший. А я молюсь и говорю, мой сайт самый хороший. Вот такой большой. Там насчитанная Библия, Златоуст. Это ни у кого нет. Помолитесь, чтобы те, кто это делает, они пишут, мы про израильскую политику. То есть за евреев. Может быть из Иерусалима это пришло. Но с мусульманами у них нет дружбы. Так все и написали. Но у нас там все это написано. Я отвечаю на вопросы, кто такие евреи. И как мы должны быть благодарны им. Через них пришла Богородица. Она еврейка. На этом я говорю, какая еврейка? Она русская. Да нет, это все евреи. Я говорю, и Христос по плоти еврей. Да нет, он русский. Просто мы не знаем описание. Тогда можно так говорить. И оттуда, видимо, пришло. И чтобы вы помолились. Я уже назначил, если премия будет. Первая премия 500 долларов. Я назначил одному из наших братьев. У него большая нужда в деньгах. Чтобы он получил. Я не прикасаюсь к этому. У нас очень богатый дом. Где питаются ни один, ни два. Повторяю. Ни один, ни два. А 12 миллионов. Уже просмотров. Миллионов. Это то, что мы даем ежедневно. И вот снимают здесь. И люди это слышат и видят. Мы Богу благодарны за все. За мирное время. За правление. За врагов. За тех, которые нас обижают. Просим помолиться за такого-то, кто тут хочет что-то разрушить. За друзей. За здоровье. За болезни. За все благодарить и говорить нам Апостол Павел. Первое. В Песла Летисом 5.18. Будем друг друга поддерживать этим. Будем милостивыми. Не так. А он меня обманул. А он тогда сказал. Это не надо. Ты больше нарушал. Перед Богом вспомни, кто ты. И умолкни. Опусти крылья. И скажи. Милость твоя со мной. Да охраняет меня. Господи. И прости, как я прощаю должникам нашим. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.